Я в прошлой лекции немножко рассказывал о аэродинамической задачи бетона. Я расскажу с самого начала, но и потом расскажу, думаю, что много, потому что в прошлую лекцию все-таки не вошли. По-видимому, первая задача в аэродинамике, она была рассмотрена бетоном. В его знаменитых математических началах натуральной сумасофии, и вот он рассмотрел задачу, когда тело движется в какой-то среде, например, в воздухе или в воде, и нужно найти наиболее обтекаемую форму. Значит, он предполагал следующее. Давайте я сделаю постановку задачи, и все-таки, хоть я обещал, что физики будет не очень удобно, но я думаю, что без какой-то элементарной физики все-таки будет не обойтись, нужно будет что-то рассказывать. Значит, представьте себе, что имеется некоторое тело, тело какой-то объем, твердое тело, которое поступательно движется в среду. Среда, это Ньютон предполагал, что она состоит из такого-то объема частиц, которые равномерно заполняют все пространство, и они пакуются. В то время не было ничего известно про температуру, про тепловое движение частиц, поэтому Ньютон предполагал, взял и предположил самое простое, что можно было предположить, это то, что частицы просто, частицы, частицы вот как газа или жидкости просто покоятся в подвешенном пространстве, равномерно в нем определены, и больше того, он предположил, что среда настолько разреженная, что частицы между собой не соударяются. Даже если они в результате соударения из тела в первую движение, то среда настолько разреженная, что они друг мимо друга проходят и друг друга не замечают. Мы сейчас знаем, что предположение оно необоснованное, даже в воздухе частицы между собой сталкиваются. Ну и если рассматривать космическую аэродинамику, то есть, например, когда тело движется на орбите, где есть атмосфера, но ее очень мало, то там, в общем, это предположение действительно имеет место. Частицы среды, частицы атмосферы, они соударяются с телом, в данном случае космическим аппаратом, и они отскакивают, отлетают и не сталкиваются между собой. Так можно предполагать. Тело движется поступательно. На самом деле, удобно перейти в систему отсчетов, в которой тело покоится. Предположим, что тело покоится, рисуем наблюдателя, который сидит внутри этого тела, например, космического аппарата, и наблюдает, что происходит. И для него, с его точки зрения, на тело падает параллельный поток частиц. То есть, вот это другая точка зрения, когда сам аппарат летит вперед, но для наблюдателя кажется, что поток частиц налетает на тело и отражается. Мы предполагаем, что отражение абсолютно многое, с тела покоится, налетает в параллельный поток частиц. Прошу параллельный. Параллельный поток частиц. Не совсем правильно. Параллельный, то есть, однонаправленный поток частиц налетает, и они отскакивают к абсолютному полу. И вот так, сговоряется все. И донор рассмотрел задачу, как все-таки найти аптекаемый тел. Для того, чтобы вообще поставить эту задачу, нужно выбрать класс тел, в которых все это рассматривается. Ясно, что наиболее, что тело может быть сделано сколь угодно аптекаемыми, если его вытягивать вверх. То есть, вот если удлинять таким вот образом, все больше, больше и больше, в итоге оно будет очень длинное и острое. Вот примерно такой вид. Даже если его основание далеко, вот можно его сделать очень острым. И тогда сила давления, сила, которая оказывает поток на тело, может быть сделана очень мала. Поэтому логично ограничить высоту. И тут, например, положил, что ширина тела фиксированная, то есть ее нельзя сделать сколь угодно тут, но и высота тоже фиксированная. Нельзя его вытягивать вверх по бесконечности, иначе задача будет тривиальна, будет лишена смысл. Вот. Не то, что лишена смысл, но простая. Никакого интереса не будет. Вот. Теперь еще будет несколько слов об обстановке. Значит, Ньютон рассматривал тела, которые вытуклы... Давайте нарисуем. Нарисую, наверное, таким вот образом. Сила. Ось симметричная. Ось симметричная означает, в данном случае, что имеется прямое, параллельное направление потока, относительно которой тело симметричное, относительно вращения, насколько это прямое, как я нарисовал. Какой круговой симметричной. Это вопер. И симметричная, относительно гаджиотарной выскости. И также фиксированный параллель, то есть фиксированный результат. Высота. И также фиксированный высотой ширины. Высота вот что такое. В вертекальном направлении. И ширина. И это вот что такое. Это на самом деле диаметр максимального сечения, которое есть в кругу. Вот оказывается, эта задача, она на самом деле очень многообразна. И бетон решил ее в такой постановке, но на самом деле, когда люди продолжали об этом думать, возникали какие-то новые и новые варианты. И, по-видимому, вообще все это деятельность не исчерпает. Вот аэродинамика, это физическая наука. Там, ну, немножечко там есть математики, но там очень много физики, очень много экспериментов и так далее. А вот здесь вот, когда мы делаем такие предположения, то практически у нас только математика. Это аэродинамика, в основном, с математической наукой. Но вот с такой устой областью применены. Только в космосе и только при условии, что частица отскакивает у круга. То есть с той же скоростью, с которой прилетели, и угол падения равенному отражу. Сейчас я хочу вывести формулу все-таки, хотя в прошлый раз я ее вывел, но я хочу еще раз ее вывести. Формулу для силы, так называемой силы сопротивления, силы, с которой давят поток на тело. Сначала я хочу сделать какое-то замечание. Предположим, что у нас есть какая-то площадка, состоялось по положению на drop-on, аlege сгубу, и шеверские границы отцов. тамгенс угла наклона равняется k. Ну, давайте предположим, что есть такая площадка, у которой есть наклон, и тамгенс угла наклона равняется k. И давайте предположим, что горизонтальные проекции площадки равны имеют площадь s, и будем рассматривать поток, который на нее падает. Вот падает поток частиц, который потом отражается. Давайте посмотрим, сколько частиц вообще соударилось, или какая масса частиц соударилась за какое-то время Δt. Сейчас я как раз вывожу формулы для силы, действующие на Т. За время Δt давайте посмотрим. Давайте я еще раз нарисую ту же самую картину. Вот у нас есть площадка. Сейчас. Вот у нас имеется площадка какая-то. И давайте построим, вертикально мы перенесем его высоту в Δt. В это скорость потока. И у нас получится что-то толще. Получится вот такая объемная фигура. Получится... То есть мы просто вертикально, например, расстояние в Δt. Вот. За время Δt все частицы, которые здесь находились, они пройдут этот путь и соударятся этой площадкой. Если они были внизу, то они соударятся сразу. Если они были повыше, то они тоже успеют соудариться. А если они были на высоте в Δt, то они пройдут это расстояние и в последний момент все-таки ударятся. Все те частицы, которые находились в этом объеме, они удалятся. Этот объем будет равен s на vΔt. Потому что горизонтальная проекция была s, и мы ее вертикально переместили на высоту vΔt. То есть, грубо говоря, площадь s и высота vΔt. Нужно перемножить, и получится 1. Масса частиц в этом объеме будет равна а до умножить на sVtt. Просто мы умножаем плотность на объем. Мы предполагаем, что плотность постоянная, поэтому плотность умноженная на объем будет масса всех частиц. Вот, теперь... Теперь у нас, если у нас есть уголь браклона α, скорость начальная 0. Скорость... Каждая частица, которая падает, есть 0,0v. Давайте я немного по-другому нарисую. Я нарисую плоскость. И саму скорость тоже напишу в плоском виде 0v. Этот угол равняется максом. Поэтому, если мы построим перпендикуляр поверхности, то этот перпендикуляр отклоним от вертикали тоже на угол α. То есть сама падетка, в данном случае мы рисуем прямую линию, наклонена на угол α, значит перпендикуляр тоже отклонен на угол α. И когда мы отразились, у нас тут получится угол 2α. Значит тут α, угол падения и угол отражения. Получается 2α. Значит смотрите, что получается. Эта скорость равняется 0 и неправильно написал. Мы длились. Я на угол, потому что мы длились. Знак длились. И вот тут отразился и пошел в угол 2. Какие координаты нового вектора? Новый вектор будет... Новый вектор будет перед координатой Синус 2α. Осень 2α. Давайте обозначаем на В. Давайте обозначаем на В. А это у вектор, а это у вектор, а это у вектор. Синус 2α может на В. А, да, точно. Может равен. Давайте обозначим. Теперь импульс, переданный каждой частицей телу, равняется... Переданный телу частицей равен, если частица масса m, то это будет mU-mU. В принципе, это даже не так важно, потому что мы потом со знаками разберемся. Давайте рассмотрим. Тут было mU, частица, а тут получится mU-3. А тело до соударения сначала играло mU-3, а потом до соударения играло mU-3. Т.е. само тело до соударения играло такой инкульс, а после соударения 5. Значит, P-mU равен AP-3 плюс mU-3. И закончится храним инкульс. Значит, получается, P'-P, это превращение инкульса тела, будет mU-mU-3. Так что, в общем, все как нормально. Ну и опять же, если будет путанность со знаком, то потом мы это легко поймаем. Этот знак не справится. И давайте мы вычтем. Когда мы вычтем, получим вот что. Это сразу же результат. Что? Можно написать два раза. Минус минус m2 сила 2 альфа. И потом будет минус P минус 2 cos2. А давайте я вынесу просто что-то. Вот. Теперь я скажу вот что. В силу того, что мы рассматриваем симметричное тело, оно обладает симметрией, а в силу этого все горизонтальные компоненты 0s, когда мы их присуммируем, и горизонтальные компоненты 0s. И останется только вертикальные компоненты. Поэтому с самого начала давайте рассматривать, кто это вертикальный компонент будет. Понятно. Да, горизонтальные компоненты, поскольку тело симметрично, они направлены в разные стороны, и они симметрично направлены. Поэтому горизонтальные компоненты в сумме дадут 0. А вот вертикальные компоненты, они будут накапываться, они будут суммироваться. Извините, а там вторая когда-то сейчас плюс или минус? Я когда исправлял, я получился из-за этого. Поэтому давайте рассматривать только вертикальную компоненту. Вот. Я переписал вот этот второй компонент, который нас интересует. Вынес mv, то есть 1 плюс космос 2 альфа. Давайте еще немножечко преобразуем. Получится минус mv умножить... 1 плюс космос 2 альфа это 2 космос квадрат альфа. И теперь еще немножечко сделаем вот что. Минус 2mv делить на 1 и делить на космос квадрат альфа. И теперь у нас получится минус минус 2mv делить на 1 и делить на космос квадрат альфа. У нас имеется 1 космос квадрат альфа по тригометрическим формулам. Это 1 плюс 1 квадрат альфа. И теперь мы можем записать минус минус 2mv делить на делиться плюс космос квадрат альфа. Как это у нас тангерс угла наклона? Как мы обозначили тангерс угла наклона? Вот значит получается такой передный интерс. А теперь смотрите. Мы рассмотрели площадку стангерса угла наклона k, которая проецируется на площадке s, и рассмотрели время Δt. За это время полная масса частиц, полная масса частиц, которые соударились за объемом Δt, равняется вот такой величине. Поэтому, когда мы просуммируем по всем частицам, нужно будет вместо m подставить вот эту величину, которая будет полной массой, сумма всех масс. Поэтому мы повышаем, что за время ДТ, ДТ, верный импульс, а вернее, на самом деле не передов импульса, а вертикальные компоненты. Вертикальный компонент передов импульса равен, и вот тут ее подставим . Вместо массы мы подставим то, что у нас здесь получилось, полной массой. Сумма всех масс и частиц, которые соударились со временем Δt, получается ρSV Δt. Это у нас будет масса. Давайте даже в стилочке поставим, потому что вместо m мы поставим эту величину. Потом тут еще V стоит. Вместо плюс 2 квадрат. Это будет n до m. Теперь сила. Теперь будем считать силой. Сила F равняется ΔP делить на ΔP. Согласно механике бетона, сила, которая действует на тело, это передний импульс за какой-то отрезок времени делить на этот отрезок времени. То есть это будет... Давайте поделим ΔP на ΔT. На самом деле просто ΔT уйдет. Это ΔT сократится. И получится вот какая красивая формула. Красивая или некрасивая, но достаточно компактная и поверхность. Это будет минус 2. Минус 2. Минус 2. Минус 2. Ро. С. В квадрат. Минус 2. Ро. С. В квадрат. В на лёвый квадрат. ДТ сократится. Минус 2. Минус 2. Минус 3. Минус 3. Минус 2. Минус 3. Минус 3. И минус 3. Вот с этой формулой же как-то можно работать. Это сила, которая действует не на тело, а на его участок, наклоненный под углом, ставленцем угла наклона К. И тут уже можно делать некоторые выводы, которые Ньютон, конечно, сделал в своей книжке, что, во-первых, сила, которая действует на тело пропорционально плотности среды, ну что в принципе понятно, если в два раза больше плотность, в два раза больше силы, ничего особенного. А также пропорционально квадрат скорости, с которой есть движность тела. Ну тут, может быть, это немножечко нужно пояснить. Дело в том, что когда, если тело, например, в два раза больше, быстрее будет двигаться, то каждая частица будет в два раза сильнее, как бы, ударять по телу. Это, значит, умножить на два нужно, и в двое большее число частиц будет нам встречаться на пути. Значит, еще в два раза умножить. Значит, в четыре раза. То есть, когда мы в два раза больше двигаемся, быстрее двигаемся, в четыре раза больше силы, которая нас тормозит. Тоже понятно. Спасибо.